Добрый день! Сегодняшняя тема нашего занятия Кровотечение в последовом и в раннем кислородовом периоде Ввиду занятия Акпаева-Кужанат-Аптикатирована Фактором риска кровотечения в родах относятся Это родоразрушение путем кислородовом сечения Задержка последов Эпизиотомия Оперативные пособия при влагаточном родоразрушении Крупный плод более 4 кг Лихорадка во время родов Применение антигагулянтов Родоразрушение при приэкломсиях Септические состояния Гепатозы Острые респираторные вирусные инфекции Гонкопневмонии И нерациональное применение утеротоников В норме пациента должна отделяться В третьем периоде родов после рождения рода Кровотечение в третьем периоде родов Физиологическая кровопотеря составляет 0,5% от массы тела Например, если масса тела женщины 60 кг, то физиологическая кровопотеря должна составить не более 300 мл Однако максимальная кровопотеря не должна превышать 400 мл Даже у роженицы с массой тела более 80 кг Патологической считается кровопотеря, если кровопотеря достигает от 250 до 400 мл Массивной считается кровопотеря, если она составляет 1% и более от массы тела, то есть 1000 мл и мл Причинами кровотечения в последовом периоде мы разделяем на 4Т Классификация 4Т Первый это тонус гипотония либо атония матки Гипотония это снижение сократительной функции матки Атония это отсутствие сократительной функции матки Вторая Т это ткань, то есть нарушение отделения плаценты и выделение последа из матки Различают частичные плотные прикрепления плаценты Приращение плаценты Аномалии строения и расположения плаценты Ущемление отделившего последа в матке Задержка части последа в полости матки Третий Т это тромбин Наследственные или приобретенные нарушения гемостаза Различают первичные и вторичные Первичным относится наследственный изолированный дефект одного из гемостатических факторов Ко вторичным относится ДВС синдром, то есть приобретенный Четвертый Т это травма, разрыв матки или в мягких тканях родовых путей Гипотония матки Это обратимое состояние, при котором происходит значительное снижение ее тонуса И уменьшение сократительной способности матки Мышцы матки при этом реагируют на различные раздражители Но степень этих реакций неадекватна Атония матки Неометрия полностью теряет тонус и сократительную способность Мышцы матки не реагируют на раздражители Встречается редко, но это источник массивного кровища Что же приводит к гипотонии и атонии? То есть причины Первое это заболевание матери Гипертензивное состояние матери Нейроэндокринные нарушения Острые или хронические инфекции Травмы Вторая причина Это причины, способствующие анатомической и функциональной неполноценности матки То есть это аномалии расположения плаценты Дефект последов Преждевременная отслойка нормально расположенных плаценты Пороки развития матки Миомы матки Многоплодие Многоводие Крупный плод Изменение деструктивного характера в плаценте Следующая причина Аномалии родовой деятельности То есть несвоевременное излитие колоплодных вод Назначение в больших дозах препаратов, сокращающую матку Чрезмерные активные введения третьего периода родов Подтягивание за пуповину Первый этап подготовительных мероприятий по остановке послеродового кровотечения Что следует делать? Позвать всех на помощь Сделать наружный массаж матки Ввести ультертоники Осмотреть мягкие родовые пути Осмотреть плаценту на целостность Опорожнить мочевой пузырь Второй этап временных мероприятий по остановке послеродовых кровотечений При кровопотере более 350 мл Сделать наружный массаж матки Одновременно ввести ультертоники При кровопотере более 450 мл Наружный внутренний массаж матки на кулаке Под наркозом конечно Одновременно вводят ультертоники При кровопотере более 1200 мл При подготовке операции Прижатие брюшной аорты Двуручное прижатие матки Операция экстрепации матки с придатками Контроль за свертывающей системой крови Здесь на картинке вы видите Бимануальные маточные сдавления и массаж Это временная остановка кровотечения Одна рука акушера находится во влагалище Сомкнутой в кулаке Другая рука находится на животе у женщины Таким образом Производят Бимануальные маточные сдавления матки и массаж Здесь вы на картинке видите Ручное отделение плаценты Если плацента не отделяется в третьем периоде ротов Следующая патология Аномалия расположения плаценты Различают плотные прикрепления и стенные прикрепления Плотное прикрепление плаценты Прикрепляется в результате воспалительных и дистрофических процессов Губчатый слой рубцовок перерождается Разрыв ткани в последовом периоде невозможен И плацента не отделяется При истинном превращении плаценты Превращается плацента между мышечным слоем и ворсинками фориона Отсутствует губчатый слой Энцидуальной оболочки И ворсина достигает мышечного слоя Различают полные или частичные Полные, когда плацента на всей площади прикреплена к своему ложу Спонтанного кровотечения не наблюдается При частичном прикреплении плацента Плацента прикреплена на каком-либо участке Кровотечение обильное Следующая патология После родов кровотечения Это родовой травматизм Различают причины Неумелая защита промежности Роды крупным плодом Либо гигантским переношенным плодом Затяжное течение родов Неправильное вставление головки Узкий таз Тазовое продлежание Ригидность шейки матки Бубцовые изменения и воспалительная ткань Наложение акушерских щипцов Инфантилизм Различают следующие классификации Классификация разрывов промежности При первой степени разрыва Травмируется задняя спайка Часть задней стенки влагалища И кожа промежности При второй степени Нарушается кожа промежности Стенки влагалища И мышцы тазового дна При третьей степени разрыва промежности Ко всей этой клиники Добавляется травма сфинктера Прямой кишки И передняя стенка прямой кишки Центральный разрыв промежности Плод рождается через отверстие Образующиеся в центре промежности Следующее Это классификация разрывов шейки матки При первой степени Разрыв шейки матки С одной или с обеих сторон Длиной не более 2 см При второй степени Разрыв шейки матки С одной или с обеих сторон Длиной более 2 см Но на 1 см Не доходит до свода влагалище При третьей степени Разрыв шейки матки С одной или с обеих сторон Доходит до свода влагалище И переходит на него Профилактика Что следует сделать Это своевременная эпизиотомия Либо перенеотомия Своевременно распознать Признаки угрожающей Разрыва промежности Как распознаем То есть при угрозе Разрыва промежности Мы видим что Промежность становится бледной Наблюдается блеск, отек И цианоз Это угроза разрыва промежности При таких случаях Нужно сделать эпизию Либо перенеотомию Перенеотомия Это прямой разрез По направлению к прямой кишке Эпизиотомия Под углом разрез Классификация разрывов матки По пессианинам Различает по времени происхождения То есть это во время беременности Разрыв матки может произойти Либо во время родов По патогенетическому признаку Различает механический Либо гистопатический По клиническому течению Различает угрожающийся разрыв матки Мочавшийся Либо совершившийся разрыв матки По характеру повреждения Различает трещина Неполный разрыв Или полный разрыв По локализации Различает Разрыв на дне матки В теле матки Разрыв в нижнем сегменте матки Либо отрыв матки От схода в лаковище Сейчас вы увидите операцию Ручное отделение И выделение последов Операция отделения плаценты И выделение последов Цель операции Остановка кровотечения При отсутствии признаков Отделения плаценты В течение 30 минут В последовом периоде Для этого сперва Нужно опороднить Мочевой пузырь С помощью катетера Женщина находится Под глубоким наклозом Харцентом Берем стерильные шарики И обрабатываем Антисептиком Наши наружные половые губы Бобковую часть Внутреннюю поверхность Бедер И промежности Первым вторым пальцем Левой руки Открываем Половые губы Рукой акушера Правой рукой По пуповине Входим в облакалище Далее через шейку матки Входим в полость матки Левая рука Находится на дне матки И помогает мне Во время операции Доходя По пуповине Доходя до плаценты Находим край плаценты И ребром ладони Филищими движениями Мы отделяем плаценту От матки Затем Спускаем плаценту В нижний сегмент матки Левой рукой Тянем за пуповину И выделяем Последок Правая рука У меня остается Полость матки Затем Правой рукой Я проверяю Всю стенку матки И ту часть Где была плацентация Всю оставшуюся Сгусток крови Весь оставшийся Я Выделяю Убираю Операция закончена Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...